Девелопмент Юг Для нас не имеет никакого значения, в каком городе проходит турнир. Это в первую очередь хорошо для всего российского гонбола, в частности для кубанских болельщиков. Финал четырех – это, я считаю, праздник гонбола. Поэтому для нас никакого значения не имеет, в каком городе играть. У нас цель одна – выиграть этот кубок. Я думаю, что, конечно, будет непросто играть, но тем и хорошая игра гонбола, что каждый раз ты должен играть с разным соперником, настраиваться. И те игры, которые были в чемпионате, они уже как бы отсутствуют. Ты должен вот соперник, и вот одна игра, ты ее должен выиграть. Команда из Чехова, конечно, фаворит соревнований. С Киеву Медведя ни разу в своей истории не уступали. Но все когда-то в первый раз бывает. Вообще, ко всем соперникам краснодарцы готовы. И перед своими болельщиками, конечно, хочется всю свою силу показать. Уже по ходу сезона по две игры минимум прошли с этими соперниками. Тем более, с тем же Саратовым Чехом мы буквально вообще недавно играли. Все должны помнить, все знать. Ну и Ставрополь тоже. Уже, тем более, третий сезон мы играем, уже все притерлись. Добавлю, что Скиф уже в третий раз подряд будет участвовать в финале четырех Кубок России. В прошлом сезоне краснодарцы стали четвертыми. В полуфинале сильнее нас. Сначала оказались чеховские Медведи, а затем в матче за бронзу краснодарцы уступили Астраханскому Динамо. А два года назад кубанские гандболисты заняли в этом турнире второе место. В финале тогда все той же дружине из Чехова наша команда проиграла. Посмотрим, что получится на этот раз. Итак, смотрим на расписание финала четырех. В субботу, то есть завтра уже матчи 1-2 состоятся. Первый стартует в 13.30, второй в 16.00. В воскресенье, там же в Олимпе, в час дня начнется матч за третье место. Главная игра Кубка страны стартует в 16.00. В ней мы, естественно, ждем нашу команду. И давайте об остальных матчах и наступающих выходных поговорим. Не только гандбольные встречи на них состоятся. Есть игра баскетбольная, есть футбольная битва. С нее, с футбольной битвы и начнем. Завтра Краснодару предстоит на выезде сразиться с Рубином в Казани. Быки гостят и в 19.30 стартовый свисток прозвучит. В воскресенье домашний матч проведет Локомотив Кубань в баскет-холле. Железнодорожники примут Таллинский Калев. Понятно, что фавориты краснодарцы. Встреча начнется в 16.00. Перед домашним воскресным матчем с Калевым Лока побывал в Лату и в Риге, где сразился с местным клубом ВЭФ. Не самый сложный соперник, вы, наверное, со мной согласитесь, но проблем краснодарцам латыши доставили, причем немало. Первая половина игры завершилась со счетом 44-40. В пользу хозяев собраться и прийти в себя во время большого перерыва гости смогли. В третьей четверти Лока попросту разгромил соперника. К четвертому отрезку Кубанский клуб оторвался от оппонента на 11 очков. В финальной сирене это преимущество сохранилось. 80-69 победа. О баскетболе мы еще, кстати, сегодня поговорим. Впереди рубрика «Герои недели» и игрок Лока Кевин Джонс. Через несколько минут с ним продолжим знакомиться. Но сейчас о другом виде спорта. В Краснодаре стартовал открытый чемпионат Краснодара по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. За медали турнира заражаются 500 человек из краевой столицы, Приморско-Ахтарска, Красноармейского и Афибского районов. На кону 8 разрядов от третьего юношеского до мастера спорта. На первое звание, уверяют организаторы, можно рассчитывать уже после полугода занятий. Юные спортсмены разряды, конечно, выполнить стараются, но сам процесс им, похоже, нравится ничуть не меньше. Я занимаюсь уже более 3 года, 6 лет. Мне нравится этот вид спорта, потому что мне нравятся элементы акробатические. Я раньше с мамой смотрела Олимпиаду, но акробатику мне очень нравилось. В программе соревнований две дисциплины – батут и мини-трамп. Сходств между ними больше, но и различия есть. Батут гораздо более сложный. На нем нужно выполнить 10 элементов, на мини-трампе всего один. Мне так нравится, но мне больше нравится не на мини-трампах, а на батутах. А почему? Ну, просто там на батутах лучше просто прыгать и выше. А на мини-трампе так, то делать разные комбинации. Лучше бы сделать на батуте, чем на мини-трампе. Шанс проявить себя в этом виде спорта у детей будет уже завтра. Медали соревнований по прыжкам на батуте разыграют в поселке Знаменском. Продолжаем выпуск с событием, которое также в Краснодаре стартовало. Это открытый краевой турнир по боксу Кубок Спартака на призы Евгения Смолы. Сегодня заслуженному тренеру России исполнилось 76 лет. Мне очень приятно, что такой турнир состоялся в Краснодаре. Этот турнир 10 лет проводился на родине, в городе Тимрике. Я сам тимричанин. Краснодарцы попросили, можно ли этот турнир перенести сюда. Я, собственно, и не возражал. Спасибо за доверие, спасибо за то, что вы хотите провести. Всего в турнире участвуют 200 спортсменов из России, Армении и Абхазии. 15-16-летние боксеры поборются за 13 комплектов медалей, 13-14-летние за 18. В каждой возрастной и весовой категории будут разыграны по 4 медали. Золото, серебро и две бронзы. Но, конечно, все участники хотят оказаться на пьедестале. Ну, вот, готовились около трех месяцев, когда узнали, что будет проходить. Ну, сказали, вот, вчера после жеребьевки, то, что сегодня выступаю. Ну, будем сейчас, переодеваемся и ждем состав пар. Будем выходить, работать. Не волнуюсь, но нужно выигрывать. Вообще нет волнения. У нас и у нас, у команды тоже нет волнения вообще. Приехали выиграть. Сегодня боксеры провели отборочные поединки. В субботу пройдут полуфинальные бои. Решающие битвы турнира назначены на воскресенье. И завершит выпуск рубрика «Герои недели». Сегодня свой рассказ завершает баскетболист-локомотива Кевин Джонс. С понедельника он в нашем эфире вспоминает свою карьеру, свое детство и очередная история одного из лидеров железнодорожников о нынешней команде и о мечтах. Конечно, когда я ехал в Россию, у меня был стереотип, что здесь очень холодно, но тут очень солнечно и жарко временами. И, конечно, зал тут великолепный. На нашу первую домашнюю игру он был полон фанатов. Это было круто. Когда меня пригласили в ЛОК, я, конечно, ничего не знал о команде. Это был только мой третий год в Европе, и я не успел изучить местные команды. Я только знал, что Краснодар играл в финале четырех Евролиги. Это круто, конечно. Я знал, что попадание сюда хороший шанс выиграть что-то, попасть в Евролигу снова, играть для большого количества болельщиков. Моя мечта быть успешным, чтобы у меня была семья, жена, дети. В общем, мечтаю быть успешным в жизни. И, конечно, ждать, куда еще занесет меня баскетбол. На свете еще очень много интересных мест. Завтра в итоговом выпуске «Спортивных фактов» интервью с Кевином Джонсом мы покажем полностью. Начнем в 19.30. А на сегодня все. Солнечных вам выходных. И до встречи. Специальное предложение от «Девелопмент Йог». Квартиры с ремонтом за 1 миллион 380 тысяч рублей. Ипотека без первоначального взноса. Материнский капитал. Рассрочка. Телефон в Краснодаре 2555-222. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова